В июле прошлого года на Романа Ревенко, бывшего директора пограничных служб, было открыто уголовное дело по факту коррупции, отмывания денег, подделки документов и много-много-много пунктов уголовного кодекса, касающихся. Сегодня мы находимся на этапе, когда была рассмотрена моя жалоба по поводу закрытия уголовного дела по факту коррупции. Сегодня судья должен был принять окончательное решение, ордонанс имитированный прокуратурой антикоррупции будет аннулирован, либо нет. Несмотря на давление и разные факторы, судья достаточно корректно поступил, он отклонил мою жалобу, но вновь заставляет прокуратуру антикоррупции просмотреть мою жалобу по существу и предпринять какие-то действия. В случае чего? В случае, если антикоррупция окончательно отклонит эту жалобу, опять, согласно процедуре, можно подать судебную инстанцию. Все эти действия говорят о том, что, несмотря на большое давление оказанное на судью, все-таки дело окончательно не было, ордонанс не был окончательно, не вошел в силу и дело возвращается в антикоррупцию. А какие ваши действия дальнейшие, что вы думаете делать? Наши дальнейшие действия, кстати, почему все-таки судья не смог точно высказаться конкретно и отправил в антикоррупцию? Дело в том, что в процессе заседания, в предыдущем заседании, были представлены документы, которые были представлены ранее в антикоррупцию, которая специальным образом их не взяла в уголовное дело, вообще не приобщила. И несмотря на сопротивление прокурора, чтобы эти документы в судебное заседание не вошли в дело, судья их аннексировал в дело. И, конечно, это взыграло большую роль на вот это решение. Ибо судья увидел реально, что вот есть документы, и прокурор, который вел дело Ревенко, просто их даже не учел, как будто их не существует. Эти моменты не позволили судье пойти по поводу антикоррупции, и он выбрал такое законное решение. А что это были за документы? Документы? Это были документы, в которых четко показано, что Роман Ревенко, находясь на посту начальника пограничной службы, сфальсифицировал их, то есть он подписал акты на все объекты на тот момент, которые не существовали в природе, а согласно этим документам эти объекты уже построены, они в хорошем состоянии, притом тотально в хорошем состоянии. То есть это за год произошло до реальных событий. И второй документ, это где компания, которая под контроль на Ревенко, сфальсифицировала в этом проекте абсолютно все объекты, то есть проектную документацию. И на сегодняшний момент все объекты в этом проекте, они незаконны, не имеют под собой документального основания. Продолжение следует...